Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 27.33. Велосипедист проехал 30 км от города к турбазе. 30 км. Ну и тогда давайте запишем, что вот от города к турбазе он ехал со скоростью, обозначим эту скорость, х км в час, и затратил он время Т1. Затем он ехал от турбазы к городу. И, как сказано в условии, он ехал 2 часа с той же скоростью, то есть со скоростью х км в час он ехал 2 часа. А затем он скорость увеличил на 3 км в час. Затем скорость его составила х плюс 3 км в час. Ну и обозначим, что он ехал время Т2. Дальше в условии сказано, что на обратный путь он затратил на 6 минут меньше, чем на путь из города до турбазы. То есть Т1 минус Т2 и минус 2 часа, и это равно 6 минут. И нам нужно определить, какое время затратил велосипедист на обратный путь. Но давайте запишем так. От турбазы к городу он проехал путь в 30 км. Этот путь 30 км состоит из пути, который он проехал со скоростью х км в час. Он ехал 2 часа, значит, путь равен скорость умножить на время. 2х, или время умножить на скорость. И плюс он ехал со скоростью х плюс 3, ехал время Т2. Отсюда мы можем найти время Т2. Время Т2 будет равно… Ну, если мы 2х перенесем влево, а затем разделим на х плюс 3. Ну, получится так. 30 минус 2х и разделить на х плюс 3. Так, а Т1. Время Т1 равно путь, это 30 км, разделить на скорость. Он ехал со скоростью х. Т1 – это время, которое он потратил на поездку от города к турбазе. И вот теперь подставим полученную Т2 и Т1, подставим вот в наше вот это уравнение. Только 6 минут мы превратим в часы, потому что нужно складывать, вычитать только однородные величины. 6 минут – это 6 шестидесятых или 1 десятая часа. Так, Т1 – это 30 разделить на х минус Т2 – это 30 минус 2х разделить на х плюс 3 и минус 2 часа, и это равно 1 десятая часа. Вот мы получили уравнение относительно х, теперь решим его. Для того, чтобы его решить, нам нужно все перенести влево. Это мы и сделаем. 30 минус 2х разделить на х плюс 3. Это мы записываем без изменения. А вот здесь 1 десятую мы перенесем влево, это будет минус 1 десятая. И теперь сложим минус 2 и 1 десятая. 2 – это 20 десятых плюс 1 десятая, 21 десятая, и все с минусом. Минус 21 десятая, и это равно нулю. Теперь нам нужно привести к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 10х и умножить на х плюс 3. Дополнительные множители. 10х плюс 3 для первой дроби. Для второй дроби 10х, а для третьей х на х плюс 3. Ну, теперь запишем, что у нас в числителе. 300 умножить на х плюс 3 минус 10х умножить на 30 минус 2х и минус 21х умножить на х плюс 3. Все это равно нулю. Так, ну, запишем, что х не должно быть равно нулю, ну, и х не должно быть равно минус 3, потому что при этих значениях знаменатель обращается в нуль, и тогда наше решение будет некорректным. Теперь мы можем приравнять нулю числитель. Запишем числитель и раскроем все скобки. 3х плюс 900, 300х плюс 900, минус 300х плюс 20х минус 21х в квадрате. Так, минус 21х в квадрате и минус 63х равно нулю. Так, 20х в квадрате минус 21х в квадрате – это минус х в квадрате. Так, плюс 300х и минус 300х можно сократить, и у нас остается только минус 63х. И еще у нас остается плюс 900, свободный член, равно нулю. Теперь мы разделим все на минус единицу и получим квадратное уравнение х квадрат плюс 63х и минус 900, равно нулю. Теперь решим это квадратное уравнение х. Первое, второе равно. Минус b – это минус 63 плюс минус корень квадратный. Из, ну вот так, 63 в квадрате минус 4а единица, c – это минус 900. Значит, знак нужно поменять на плюс и все это разделить на 2а. А единица, значит, просто на 2. Это будет равно минус 63 плюс минус корень квадратный. Ну вот, чтобы немножко упростить вычисление, мы представим 63 как 9 умножить на 7. 9 умножить на 7. И тогда мы 9, одну девяточку, вынесем за скобку. В скобке у нас останется вторая девятка и 7 в квадрате. Ну, каждая 63 – это 9 на 7, 63 в квадрате. А здесь у нас останется 9, мы вынесли. Значит, осталось 100, значит, просто плюс 400. Так, и разделить на 2. Это будет равно минус 63 плюс минус корень квадратный. Если мы девятку из-под корня вынесем, то троечка уже будет перед корнем. А под корнем что у нас осталось? 9 умножить на 7 в квадрате. 49 умножить на 9 – это будет 441 плюс 400 – это будет 841. И разделить все на 2. И это будет равно минус 63 плюс минус 3. корень из 841 – это 29. Значит, 3 на 29 и разделить на 2. И это будет равно окончательно минус 63 плюс минус 87. потому что 3 на 29 – это 87 разделить на 2. Тогда х первое будет равно минус 63 минус 87. Это будет минус 90 минус 150 на 2 минус 75. И этот корень нам не подходит, потому что х – это скорость. Скорость не может быть отрицательной. А х второе будет равно 63 плюс 87. Это будет 24. 24 на 2 – это будет плюс 12. Итак, у нас остался х равно 12. Это скорость велосипедиста, с которой он ехал от города до турбазы. Теперь обращаемся к нашему условию. А в условии спрашивается, какое время затратил велосипедист на обратный путь. Ну, на обратный путь он затратил 2 часа плюс Т2. 2 часа плюс время Т2. Это будет равно 2 плюс время Т2. Давайте вычислим. Это 30 минус 2х. Но 2 умножить на 12 и разделить на 12 плюс 3. И это будет равно 2 плюс… 30 минус 24 – это 6. И 6 разделить на 15. Это будет 2 плюс… Разделим на 3. 2 пятых. 2 пятых. Значит, 2 часа плюс 2 пятых часа. А вот здесь давайте еще запишем. 2 пятых часа – это 2 пятых. Мы должны умножить на 60. Получим… Или так… Ну, это не будет, конечно, равно… Или нет, равно будет. 2 пятых часа умножить на 60. И это будет равно… Здесь 12, а здесь единица. Это будет равно 24 минуты. Минуты. 2 пятых часа равно 24 минуты. Тогда время… Давайте запишем ответ. Ответ. Время, которое он потратил на обратный путь, равно 2 часа. 2 часа и 24 минуты. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Всеволодшее видео. Субтитры сделал DimaTorzok